К счастью, решение есть. В качестве альтернативы абстрактному классу, в котором все методы публичные и абстрактные, в Java введена отдельная сущность — интерфейс. Все методы интерфейса по определению публичные и абстрактные, поэтому явно писать данные модификаторы не требуется. Поля в интерфейсе могут быть только публичные статически финальные, то есть по сути константы. Ничего не публичного в интерфейсе объявить нельзя. Интерфейс служит для объявления контракта объекта по отношению к внешнему миру, хотя в интерфейсе все же может быть какой-то исполняемый код. Во-первых, могут быть статические методы, обязательно публичные. Во-вторых, могут быть так называемые дефолт-методы, то есть методы с реализацией по умолчанию. Хотя дефолт-методы немножко размывают границу между интерфейсами и абстрактными классами, они были добавлены в язык не случайно. Представьте себе, что в программе объявлен интерфейс, который предлагается реализовывать другим программистам. Через некоторое время в интерфейс добавляется еще один метод для получения списка заказов по клиенту за конкретную дату, чтобы по возможности не загружать в память лишние ненужные данные. Что происходит в этот момент? У всех программистов, реализовавших этот интерфейс, перестанет компилироваться код их классов, так как появился нереализованный абстрактный метод. Чтобы этого не происходило, в интерфейсах добавили поддержку дефолт-методов. Разработчик интерфейса при добавлении нового метода может задать реализацию по умолчанию, которая будет использоваться, если в классе, реализующем интерфейс, этот метод не определен. Разумеется, остается возможность эту реализацию переопределить на какую-то более оптимальную. Каким образом интерфейсы помогают решить проблему множественного наследования? Оказывается, в Java можно объявлять классы, реализующие произвольное количество интерфейсов. Реализуемые классом интерфейсы перечисляются после ключевого слова Implements через запятую. Причем класс может реализовывать интерфейсы в дополнение к наследованию от произвольного класса. В стандартной библиотеке Java есть много интерфейсов. Например, char-sequence — последовательность символов, у которой можно узнавать длину, запрашивать символ по индексу или брать подпоследовательность. Реализациями char-sequence являются знакомые нам классы string и string builder. Или интерфейс appendable — нечто, куда можно дописывать символы. Одна из реализаций appendable — тот же string builder. Выделение подобных интерфейсов позволяет авторам стандартной библиотеки, ну и нам тоже, писать максимально обобщенный код, допускающий самые разнообразные реализации последовательности символов. Есть в стандартной библиотеке и совсем простые интерфейсы. Например, runable — абстрактное нечто, которое можно запустить. Или компаратор. Он умеет сравнивать пары объектов и говорить, какой из них больше. Если первый объект меньше второго, то возвращается отрицательное число. Если объекты равны, возвращается ноль. Если первый объект больше второго, возвращается положительное число. Отличительной особенностью таких интерфейсов является то, что в них ровно один абстрактный метод. Такие интерфейсы называются функциональными. Это можно дополнительно подчеркнуть, поставив аннотацию Functional Interface. При наличии этой аннотации компилятор проверит, правда ли в интерфейсе единственный абстрактный метод, и если нет, то выдаст ошибку. Продолжение следует...